Добро пожаловать! Бавруйская центральная больница распахнула двери для будущих медиков. Они станут достойными специалистами. Чем привлекло здравоохранение? Под веществом закона в стране идет активная борьба с наркоторговлей. Криминальная активность спортиков снижается. Кто попал на крючок? Сотрудник детского сада своими руками вьет гнезда для птиц. Александр Николаевич действительно уникальный работник. Обыденная работа или часть жизни. А также автомобильный подъем, рабочий визит и новые правила. Министерство по налогам и сборам разъяснило, кому с 1 июля 2025 нужно будет использовать кассы и платежные терминалы. Кто включен в список? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Новые страницы. В стране появятся учебники по истории для старших классов после апгрейда. Дополнительные экземпляры выйдут из-под станка уже в следующем учебном году. В печатных изданиях планируется развернутое описание событий 2020-го, изменение Конституции, формирование нового парламента, а также президентских выборов 2025-го. Глава профильного ведомства отметил, в пособиях по истории есть ряд недостатков. Мелкий шрифт, недостаточное количество картинок и информация о современной жизни Беларуси. Работа наших школ – это очень важный институт социализации, в первую очередь воспитания личности, гражданина, патриота нашей страны. Сегодня очень важный аспект, конечно, и повышение качества образования. Безусловно, особенно в год качества, который объявлен в 2024 год в нашей стране, Министерство образования уделяет этому особое внимание. Сейчас в 10 классе используется учебник, который охватывает историю Беларуси до конца 18 века. Пособие было отпечатано 4 года назад. В 2011 изучают период с 19 по начало 21 столетия. В издании есть упоминания о шестых выборах президента. Однако события требуют более детального изложения. Счастье на конце иглы в стране проходит комплекс мероприятий по противодействию незаконному обороту запрещенных веществ. Количество наркопреступлений в стране снижается. Положительная динамика была и в прошлом году. В первом квартале зафиксировано около тысячи злодеяний. На 14% меньше, чем в январе-марте 2023. В оперативных сводках стали реже фигурировать несовершеннолетние. Выявлено и пресечено 7 каналов поставки. Ликвидированы 3 подпольные лаборатории. 42 помещения для выращивания незаконных растений. Из оборота изъято более 50 килограмм веществ. Пристальное внимание уделяется изобличению так называемых финансистов, трафаретчиков, спортиков, тем, кто создает благоприятные условия для сбыта наркотиков. Криминальная активность спортиков снижается, ведь злоумышленники осознают, что понесут ответственность за незаконный оборот наркотиков и психотропов. Используются доп. меры по установлению сбытчиков, усилен контроль за зависимыми лицами. Также идет активная работа с учащимися студентами. Они посещают выездные открытые судебные заседания учреждения уголовно-исполнительной системы. Проводятся стрим-семинары с участием лиц, которые отбывают наказание за наркопреступление. Опасный укус, значимый проект и машинный бизнес. В Беларуси в первом квартале реализовано почти 8,5 новых автомобилей. Какие модели в топе? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Александр Лукашенко с рабочим визитом отправился в Россию. 11 апреля белорусский лидер встретится с Владимиром Путиным. Главы государства обсудят развитие сотрудничества двух стран в различных сферах. Вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне. В центре внимания также будет региональная международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы. В Беларуси в первом квартале реализовано почти 8,5 новых автомобилей. Из них больше 7 тысяч легковых, 639 – коммерческих. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рынок вырос на треть, показатель продаж марта выше почти в 2,5 раза. Наблюдается тенденция увеличения спроса электрокаров, китайских машин. Только за 2023 бренды из Поднебесной с четырёх достигли 11. Министерство по налогам и сборам разъяснило, кому с 1 июля 2025 нужно будет использовать кассы и платёжные терминалы. Новшество коснётся разносной торговли, доставки товаров на дом, операторами почтовой связи и бригадами службы быта. При оказании услуг вне постоянного места ведения бизнеса, продажи различных товаров в поездах. У всех организаций должны быть новые доработанные кассы. Такие же правила будут действовать для автоперевозок в нерегулярном сообщении. Союзная программа реабилитации детей, которые потеряли конечности, появится в Беларуси. Тренировать ребят будет известный паралимпийц и мотивационный спикер Алексей Талай. Команда профессионалов в разных сферах поможет сформировать дорожную карту достижения целей и развития на ближайшие 10-15 лет. За два месяца этого года в стране из-за укусов клещей к медикам обратились более 200 человек. Специалисты санэпидемстанции проводят обработки территорий городских парков и скверов. Однако перед прогулкой по лесу важно помнить о мерах предосторожности надевать светлую одежду, максимально закрывающую тело. При обнаружении паразита сразу же обратиться в медучреждение. Особое внимание о защите своих питомцев. Ветврачи рекомендуют использовать специальные ошейники, спреи, таблетки. Выбор будущего. В Бобруйской центральной больнице прошел день открытых дверей. Диагностика, инфузия, пункция. В актовом зале собрались десятки выпускников, которые планируют связать свою жизнь с медициной. Поддержать школьников пришли и их родители. Сотрудники больницы рассказали о различных направлениях, ответили на актуальные вопросы. Воодушевленные учащиеся с большими глазами записывали непонятные термины в блокноты. Безусловно, было приятно, что они выбирают медицинскую профессию. И для них важным мотивом является желание помогать людям, лечить, заботиться о здоровье и жизни людей. Это самое дорогое, самое ценное. И я уверен, что у них получится поступить. Они станут достойными специалистами, пополнят ряды работников системы здравоохранения. И будут работать на благо наших жителей. Ну, было достаточно информативно. Показали там разные специальности. Я узнал, в принципе, о системе целевого поступления. Узнал, какие места есть, где в каких вузах. После беседы образовательный экскурс. Ребят провели по нескольким отделениям медучреждения, чтобы наглядно показать специфику работы и поделиться тонкостями. Для выпускников это возможность прикоснуться к мечте, своими глазами увидеть, как трудятся настоящие профи. В гармонии с природой работник 56-го детсада Александр Власенко нашел свою нишу в полезном занятии. Создание жилищ для пернатых. Сегодня работы ремесленника можно увидеть не только в Бобруйске, но и за пределами страны. Наша съемочная пообщалась с мастером. Дядя Саша – это такой человек, который делает скворечники. Дело мастера боится. Александр Власенко в детском саду трудится не так давно, но уже успел завоевать любовь малышей и уважение коллег. Найти крепкого хозяйственника в коллектив – давняя мечта заведующего учреждения. С приходом рукаства уборщика территории все вопросы решились само собой. Мужчина тут же стал душой компании, помощником по хозчасти. Александр Николаевич действительно уникальный работник, он очень увлеченный. Причем увлекается сам, хобби у него интересное, но еще увлекает всех детей коллектив. Благодаря ему мы знаем, что весной прилетают птицы, начинается пение, к детским голосам добавляется пение птиц. Пения в этом саду действительно много. На территории количество скворечников сложно пересчитать. Да что уж там, по всему Бобруйску развешаны работы мастера на все руки. Готовая партия для могилевского засада ждет отгрузки. А началось все с роликов в интернете. Хобби для занятия для души и часть моей работы, потому что если ты работаешь в садике, дети должны понимать пение птиц, отличать ворону от сороки, ну и от курицы тоже, и синичек они должны знать, что их много видов. Воспитанники детсада хорошо знают ремесленника. Дядя Саша, как ласково они его называют, не просто облагораживает территорию, но и дарит детишкам незабываемые эмоции. Из юга прилетают скворцы, чтобы поселиться в скворечниках. И если бы дяди Саши не было, то скворцам не было где жить. Само производство птичьих квартир мужчина наладил в собственном гараже. Уникальность его творений в так называемой монолитности. Большая часть домика из цельной древесной колодки. Здесь же целый арсенал инструментов. Раньше по неопытности на один элемент уходило несколько недель. А теперь хватает и пары часов. Необъятная душа. Занимаясь хобби, Александр Власенко нашел призвание. А теплота, с которой он погружен в работу, распространяется на всех, кто рядом. Роман Костяков, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Без паники бобруйские тепловые сети проводят проверку. 11 апреля в сетевую воду будет добавлено красящее вещество уранин-А. Оно безвредно для человека. Это необходимо для отыскания несанкционированных утечек из трубопроводов теплотрасс. Определение плотности подогревателей горячего снабжения. Принцип обнаружения заключается в визуальном выявлении пурпурно-зеленой жидкости в различных потоках. При обнаружении мест разлива или появлении ее из крана необходимо сообщить специалисту БТС по телефону 78-83-52. Сразу после нас сирена мой коллега Роман Костяков с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!